Сломать стереотипы о России и рассказать об этом всему миру. Блогеры и фотографы из 19 стран побывали в сибирских городах вместе с международным коммуникационным проектом «Фоллоуап Сибирия». Накануне завершился его финальный этап, он прошел в Красноярске, после чего канадец почувствовал себя настоящим сибиряком и чем Красноярск покорил блогера из Таиланда, знает Юлия Чупрова. Приключения этих иностранцев в России увидели больше 3,5 миллионов человек. Столько подписчиков у блогеров проекта «Фоллоуап Сибирия». Он стартовал год назад в преддверии универсиады. За это время Сибирь для себя открыли жители 19 стран. Индонезия, Германия, Сербия участников искали по всему миру. Всего к онлайн-конкурсу присоединились жители 53 стран, но победили самые оригинальные. Условия конкурса были просты. Нужно всего лишь было найти в своем городе или стране место, похожее на Сибирь, сфотографироваться и парой предложения писать, в чем сходство. И выложить фото или видео в социальные сети с хэштегом «Фоллоуап Сибирия». Все работы размещали на официальном сайте проекта. Судя по отметкам на глобусе, он без преувеличения охватил весь мир. Свою Сибирь блогеры находили даже там, где снег бывает только в горах. Франциско из Мексики, но уголок нашей природы, отыскал и там. Для конкурса я выбрал фотографию, где я сижу в месте, которое становится все более популярным. Но даже многие жители моего города там никогда не были. Они увидели его и захотели открыть для себя. Сейчас я приоткрываю всем Сибирь, и мне уже многие подписчики завидуют. У проекта было пять этапов. Авторы самых креативных постов побывали в Норильске, Дудинке, Чите и Белокурихе. К поездкам блогеры готовились обстоятельно. Как дела? Чё, кого? Прикольно. Я тебе блю-блю. Лучшие из блогеров по итогам всех туров приехали в Красноярск. Здесь им показали гордость Сибири, заповедник столбы, центральный объект студенческих игр, фан-парк Бобровый лог и Красноярское море. Ледяные водопады и тонны замерзшей воды под ногами покорили всех. Все мои стереотипы о сибирской зиме разрушены. Здесь не так холодно, как все говорят. А люди не угрюмые, а открытые и приветливые. Теперь частичка сибирской души есть и в моем сердце. Познакомить мир со столицей универсиады, показать Сибирь не просто большой, а современной, спортивной и гостеприимной. Это главные цели, фоллоу-ап Сибири. Проект инициировала компания Норникель, генеральный партнер студенческих игр в Красноярске. В финал попали девять человек. Они посмотрели церемонию открытия всемирной универсиады и побывали на соревнованиях. После увиденного многие распрощались со своими представлениями о Сибири. Вот что я знал о Сибири до этого. Снег, медведи, собаки, лайки. Весь год серо и скучно. На самом деле все вообще по-другому. Интересно, очень весело, вкусная еда и дружелюбные люди. У жителей и гостей Красноярска была возможность познакомиться с блогерами. Несколько дней они выступали с лекциями в павильоне Норникеля в парке универсиады. Фоллоуап Сибири только завершился, но его уже признали лучшим диджитал и СММ проектом. На крупнейшей в Восточной Европе премии в области коммуникаций. Юлия Чупрова, Дмитрий Комаров, 7 канал.